Так, сегодня у нас последние две занятия, да, у нас очень много материала, поэтому оставьте еще листочек для жертв, да, мы будем это говорить в процессе служения священников. Сегодня тема у нас, да, последние занятия, тема служения священников в храме. И мы немножко поговорим об устройстве храма и, в частности, поразмышляем все-таки, какая завеса храма разорвалась. Меня вот тут спрашивают, но я вам скажу честно, не знаю, да, но можно строить какие-то определенные предположения, предположения, потому что христианские источники все говорят, что завеса между святыми и святыми и святых, а еврейские источники говорят все-таки, что внешние завесы. И если Флавия так говорит, и другие еврейские источники, да. То есть, конкретно, мы поразмышляем над этим, но для того, чтобы знать, какую все-таки завесу, вот мы должны изучить строение храма. Но я вам скажу так, мы не должны строить какие-либо доктринальные учения на тех вещах, которые не изложены в Библии абсолютно точно, правда? Сказано, что завеса разорвалась. Какая завеса, мы не знаем точно, внешняя или внутренняя. Поэтому строить учения на основании этого, а вдруг потом откроют археологи, что какая-то таки другая завеса, может, еще третья завеса была. Понимаете, что наше учение будет несостоятельным? Это мидраж, да? Это мидраж, это наше размышление. Хорошо. Итак, видите, можно сказать, что было сколько храмов? Говорили? Три, да? Потому что первый храм – это переносный, Мишкан, да? Или Скиния, или палатка, мы говорили. Да? И относительно Мишкана не было места, указано Богом, где должен находиться Мишкан. И Скиния кочевала. Там, где были евреи, там она находилась. И во время, когда уже евреи находились в эре Сесраэль, не сразу храм и Мишкан были в Иерусалиме. А первоначально в каком городе стояло? Шило, да? В городе Шило. Это был город священников. И в этом городе находился Мишкан. Одно время там был ковчег, другое время там не было ковчега, помните? Затем, когда Давид уже завоевал Иерусалим, Иерусалим оказался как бы нейтральной территорией, не принадлежащей никакому колену. Какое племя там раньше жило? Иусея, да. Иусея. Поэтому Давид решил сделать интернациональной такой вот столицей. Потому что каждое племя претендовало на свое верховодство. И помните, сам Давид, он тоже не полностью стал руководить Израилем. Он сначала только был коленом Иуды, а потом уже всем Израилем. То есть были какие-то у них определенные проблемы политического такого фактора. И тогда Давид решил устроить храм. Но устроить храм он не смог, да? Он просто перенес ковчег. И была какая-то скиния, скиния Давида, мы уже не говорили, да? Скиния хвалы. И там служение немножко отличалось от той скинии, которая была первоначальная. И что интересно, что было это же скиния без ковчега. И была скиния Давида в Иерусалиме с ковчегом. Но не такая скиния. И мы не знаем точно, как она была устроена. Некоторые говорят, что это был круглый шатер. По крайней мере, я так видел в своем видении тоже. И что там не было разделения на святое, святое, святых. Но это есть только предположение. И только Соломон уже построил храм. Мы помним об этой причине, потому что здесь было прямое указание Бога. Итак, значит, единственное, что сделал Давид, он выкупил место для стройплощадки. Да, за этот участок было заплачено 600 шекелей. Каждое колено привезло по 50 шекелей. Поэтому храмовая гора в равной степени принадлежит всем евреям. Иерусалим находится на территории Кальяна Бениамина, но сам город – собственность Давида. И он является интернациональным городом. То есть Иерусалим и территория храма принадлежат всем евреям. И Шлома начал строить храм. Продолжалось строение храма 7 лет. В нем принимали участие 153 тысячи финикийцев и 30 тысяч евреев. За 600 шекелей каждая заплатила колено 12 колен, да, по 50 шекелей. 12 на 50 – получается 600 шекелей. 153 тысячи финикийцев и 30 тысяч евреев. Прорабом, субподрядчиком работы выступал царь финикийского города Тира – Хирам. Хирам поставлял Шлома работников и ливанский кедр. И по завершении строительства Шлома расплатился со своим другом царем, передав его владение два города. Интересно, что традиция говорит, во время строительства первого храма не пострадал ни один человек. И вообще на стройплощадке царило необыкновенное спокойствие и умиротворенность. Знаете, как наша стройка? Кругом матюки, все бегают. А помните, как Шурик там перевоспитывал на стройке? Говорит, у вас на стройке были несчастные случаи? Не было, как будут. То там было совершенно все по-другому. И смотря на то, что видите, и язычники, да, и евреи, они вместе трудились. И даже больше язычников было. Это, вы видите, все цари принесут храм. И действительно были ценные очень кедры. Такая строевая древесина. Использовалась и очень многие вещи, которые доставлялись различных областей. И из Израиля, и из других областей. Первый храм просуществовал 410 лет. И был разрушен 9-го ава царем Бавеля, науходноцаром. Или, как мы говорим, науходоносором. Но на ухо никому не доносит. Набу – это означает богиня неба, да? Набуходный царь – это царь богини неба. Можно так его имя перевести. И священники где-то спрятали. Где-то спрятали ковчег. Они так его хорошо спрятали. До сих пор ищут. Как моя жена убирает? Я говорю, ты не убираешь? Я говорю, ты прячешь вещи. От меня. Я так полуслепой. У меня все на своем месте. Я знаю, куда я очки ложу, куда я чашку ложу, куда я что ложу. Если что-то чуть передвинут, значит, это я уже не могу найти. Даже если оно где-то рядом лежит, особенно если где-то за каким-то предметом или прикрыто, я уже найти не могу. Но эти ребята хорошо спрятали. Есть такое предположение, что в Эфиопии ковчег. Помните, я рассказывал вам. Но доказать это никто не знает. Может быть, есть такие сведения непроверенные, что вроде ковчег нашли уже. Но, опять-таки, проверенных сведений этого нет. Значит, есть вероятность, что ковчег находится под храмовой горой. И второй вариант, что он находится в эфиопском городе Аксум. Это центр эфиопских евреев. И там христианство очень тоже похоже на евреев, еврейство. После разрушения первого храма был такой царь Корыш. Да, персидский царь Корыш, который приказал восстановить храм. Причем, интересно, что имя царя было предсказано еще до разрушения храма. И было предсказано время, когда храм будет восстановлен. И как вот получается, интересно. Есть предсказания, которые исполняются как бы сами собой. А в данном случае еврейские мудрецы преподнесли Киру свиток, в котором было написано, что ты, царь Киру, становишь храм евреев. Он посмотрел. Да, говорит. Ну, хорошо, давайте, написано сделаем. Проблем не будет. И издал указ. Значит, второй храм очень долго строился. И помните, его сначала ставили, потом все это растащили, вещи. Потом еще раз. И мы не знаем сколько, но где-то это был большой долгострой. Но все-таки храм был завершен. Он частично повторял первый храм, частично воплощал пророчество Езекииля и Ехескеля о третьем храме. Потому что интересно, что у пророка Ехескеля тоже говорится о каком-то храме. Но это не первый храм по описанию. И не второй храм. То есть не первый храм Соломона. И не второй храм, который был восстановлен после возвращения веры в Иерусалим. А какой это третий храм? Там есть такие вещи, которые еще не сбылись. Но царь Хордус, Хордус или Ирод, перестроил, значительно расширил этот храм. То есть он центр как бы оставил, да? Не было разобрано. Но сверху было построено еще более великолепное здание. И второй храм тоже был разрушен, 9 ава. Но на этот раз римскими войсками. На этот раз римскими войсками. Какое же было устройство этого храма? Помните, мы говорили, что осталась только западная стена? Чтобы вы поняли, что западная стена осталась не от храма. И западная стена осталась не от этой вот загородки, которую я вам показываю. Просто, когда строили гору, ну, была первоначально гора, да? Да. Гора, и вот на ней был построен первый храм. Значит, тут начали делать различные горы, уже обрабатывая, чтобы можно было к храму подойти. Да, здесь было очень много пещер. Вот буквально вся храмовая гора, да, она полностью-полностью вся насыщена пещерами. Но когда строили второй храм, радикально изменили. Вот здесь сделали насыпь, здесь сделали насыпь и огородили стенами. То есть, это как бы сама гора была оккультурена. И потом эти стены были частично разрушены. Частично разрушены, кроме западной стены. Западная стена, она была засыпана. Она была засыпана вот так вот, она была засыпана. Почти вот так вот, до верху. И вот эти 33 метра высоты, которые были расчищены. Но попробуйте людей заставить на 33 метра копать. Да? Знаете, что археолог сделал? Он подбрасывал по ночам золотые и серебряные монетки. И арабы, которые работали на стройке, очень стали активно хорошо работать. И таки расчистили, это уже было в начале 20 века, они таки расчистили западную стену. И так мы видим здесь второй храм. Вот здесь была большая такая площадка, видите? И можно сказать, что две части были. Вот здесь ограждение, да? Основной ход. А здесь были дополнительные ворота. Здесь были дополнительные ворота. Значит, и основной ход вёл так называемый женский двор. Здесь было больше возвышенность. Здесь стояли ступени. Ступени, видите? Которые стояли священники. И когда было восхождение на сухот, пели шир гамалот. На каждой третьей ступени останавливались. Пели псалом. Потом поднимались ещё на ступени. И ещё поднимались на ступени. И таким образом, по-моему, там 15 ступеней было. И исполнялось опять псалмов. И вторая часть двора была более высокая. И эта часть двора, она была видна издалека. Вот эти ворота называются ворота Никанора. Потому что там были две створки ворот, обшитые медью и золотом деревянным. Причём, когда их везли, одна из створок ворот утонула. Корабль потонул. И затем эту створку нашли прибитой к берегу. Как обитая тяжёлым металлом створка плавала, не знаю. Но говорят, что это чудо. Вот. Ворота Никанора. Затем идут двор Израиля. Видите, здесь различного рода подсобные повещения. Сейчас мы будем говорить о них. Так, здесь уже двор священников. И этот двор Израиля, а двор священников, он отделялся невысоким таким барьерчиком. Ну вот, примерно такой высоты. То есть, люди не могли заходить за этот барьер. Но то, что происходило, они видели. Другие могли видеть через что? Через открытые ворота. И здесь был сам храм. И сам храм состоял как бы из трёх помещений. Первое помещение называется улам. Улам или притвор. Улам или притвор храма. Здесь было вот такое, тоже дверь. А вот здесь вверху висела люстра. Золотая люстра. И когда, видите, это северная, это восточная сторона, всходило солнце, золото отражалось в свет. И издалека, со всех концов Иерусалима, был виден свет этой люстры. Яркий свет золота. Этой люстры. И вот здесь были две завесы. Внешняя, очень толстая и мощная завеса. Которая делала вход в гей-хал. Гей-хал соответствовал святому. Так? И святое святых. А вот здесь, между святым и святым, и святых, чтобы не надо было отодвигать завесы, были тяжёлые. Завесы были тяжёлые. И они не были разрезаны пополам, чтобы их раздвигать, да? И так, чтобы священник их поднял, там завесы до 10 сантиметров шириной ткань была. Можете себе представить, да? Вот особенности вот это. Тяжёлая завеса. Здесь была 18 метров балка. И до этой 18-метровой длины балки находился тяжёлый такой занавес. Так вот здесь сделали так. Здесь было два занавеса. И они располагались так, как бы перекрывая друг друга. Знаете, вот как в кабинке вы ходите до пляжа. Были кабинки раньше такие закрывающиеся, да? А теперь вот так заходите, потом вот так. Чтобы ничего не видно, но заходить можно. Поэтому здесь было две завесы. Если бы какая-то из них разорвалась, всё равно святых не было бы видно. Поэтому я лично думаю, что всё-таки здесь о внешней завесе. Я вот вчера ещё искал. Много материалов идёт речь. И, значит, святое святых. В первом храме святое святых стоял ковчег. Во втором храме ковчега не было. Но место, где стоял ковчег, оно всё равно было отвечено. Потому что на этом месте находился и сейчас находится особый камень, который называется Эвенштия. На этом Эвенштия и камень основания. Шет, помните? Это базис, основание. В русском языке это краеугольный камень. Мы говорим, краеугольный камень. Это камень, с которым начинает строить дом. Но в данном случае это конкретное наименование конкретного камня, который находится там и по сию пору. Этот камень сейчас закрыт мечетью. Помните, есть мечеть Аль-Акса или мечеть камня, которые говорят, что с этого камня стартовал космический корабль. В общем, этот, не Моисея, как этот. Мохаммед сказал, поехали, махнул ногой, конь стукнул копытом, и вроде там на этом камне до сих пор есть выбоины от этого копыта. Вот. Кстати, конь назывался Буррак, сивка-бурка, вещая каурка, конь-буррак, вещая к пророку, в общем. Так что это какие-то ассоциации с коньком-горбуком там есть. Да. Ну вот в этом Святосвятых, уже во втором храме, да, помните, мы говорили, ничего не стояло. Просто там находился вот этот камень, Эвен-Штия, или Аль-Акса. Итак, Двор женщин. Это внешний двор, окруженный колоннадой, на крыше, в которой праздник Суккот собирались женщины, чтобы смотреть на праздничное веселье. Это квадрат, размером 135 на 135 локтей. Значит, локоть полметра, можете себе записать, да, сколько это будет. И в четырех углах которого находились помещения, без крыш, размерами 40 на 40 локтей. Видите? Четыре помещения, по 20 метров, да, квадраты. Это были особые такие помещения. Значит, одно помещение называлось палата Назиров. Помните, там Назареи собирались, да? В этом помещении до окончания срока обеда Назиры варили мясо, принесенных им к жертву, и остригали волосы. В другом месте был дровяной склад для священника, и когены обладали физически недостатками и не имеющие права участвовать в храмовом служении, отделяли чистые полена от червивых. То есть, здесь вы знаете, что червивое ничего, не кошерное, да? Поэтому поления, которые подверглись каким-то воздействиям, гнилые, трухлявые, они должны были отделены. Именно в северо-восточном помещении братья Маккаби спрятали остатки жертвенника, оскверненного греками. В северо-западном находилось в микво специальный бассейн, погружение в который, согласно Тори, очищает от ритуальной нечистоты, а также место для очищения от цараат. В северо-западном, да? И это помещение прокаженных. Там находилась микво для очищения от нечистоты, и если прокаженных нужно было очищать, они тоже приходили там же. В юго-западном находилось хранилище вина и оливкового масла для нужд храмовой службы. Видите? Это так называемая палата масел. Там изготавливались масла для помазания, масла елей для освещения, а также различные благовония, которые использовались для курения. и это было все во внешнем дворе. Так, ворота Никанора расположены 15 полукругных ступеней, по которым поднимались во внутренний двор мужчины. Количество этих ступеней соответствует псалмам Шир Гамаалот в Тегили. На них стояли левиты и пели в сопровождении музыкальных инструментов. Внутренний двор 187 на 135 локтей были окружены стеной. Во двор вели 7 ворот. Три с северной стороны я сколько написал? 4, да? Здесь я 3 написал, а здесь я больше написал. Так, значит, 3 с северной стороны, 3 с южной стороны, так, и сколько у нас западно одни ворота? Можете исправить. Значит, они назывались Шаар Ханитсоц, Шаар Хакарбан, Шаар Бейтхамакет, а с южной стороны Шаар Хаделик, Шаар Харот, Шаар Хамаем. И с другой стороны, это с одной стороны ворота Никанора и западные были ворота. Все ворота по 10 локтей в ширину, 10 локтей в высоту. Двери всех ворот храма были покрыты золотом. Исключение составляли медные восточные ворота. Вот эти юриды по имени Никанор отправился в Египет, город Александрию, чтобы тогошние мастера построили эти двери. И когда повез их на корабле, началась страшная буря. И вы помните, моряки облегчали корабль и сбросили отдувый створок дверей в море. И дверь утонула. Никанор приехал. Вот. И было всеобщее изумление, когда корабль вошел в порт Ака, оказалось, что вторая створка не утонула, а приплыла вслед за кораблем. Не знаю, было ли это о действительности, или это красивая легенда, но вы знаете, у Бога нет ничего невозможного. Правда? Вот. Поэтому это были деревянные ворота, обшитые медью и с золотым орнаментом. Следующий двор мужчин, также он назывался двор Израиля, это часть внутреннего двора. Между ним и дворов служителей располагались четыре ступени и небольшая перегородка. Делалось это для того, чтобы храмовую службу не могли пройти, смешаться с общей территорией. Значит, внешний жертвенник сооружался из камней, которым не прикасалось железо, и после освещения храма братьями Макаби был сооружен временей земляной жертвенник. Чтобы указать, на какую часть жертвенника следовало брызгать кровь жертвенных животных, посередине жертвенника была проведена узкая красная полоса. На четырех углах жертвенника особые выступы, и на них постоянно горели три костра. Пепел и перегоревшие угли сгибали кучу в центре верхней поверхности жертвенника, и были подъемы, пандусы, 32 локтя с южной стороны и с обоих сторон вспомогательной. 32 локтя сколько? 15 метров, да? Даже 16, да, 16, кто с калькулятором может посчитать, 16 метров пандус. И более такие короткие пандусы, видите, они шли, вот, тоже вспомогательные пандусы. На севере, на севере, находились 8 колонн с крючками, 8 колонн с крючками, на которые вешали туши жертвенных животных, чтобы снимать с них шкуру. 8 колонн и 8 мраморных столов. Поэтому этот двор назывался бейт мидбахим, то есть буквально что? Кухня. Мидбах это что? Кухня, да? Табах это повар. Цыпленок табаха это не значит, что его в табаке запекали или в табакерке, да? А значит, что его резовый цыпленок били его там, да? Отбивали, отбивная. Вот, табах мидбах это кухня. И, если вы помните, Иосиф служил у кого? Да, у начальника табахи. Некоторые говорят, телохранители, но скажите, на кухне. Потому что там, помните, Ведочерпий сидел тоже в карцере, там у них специально находился уже своя автвахта, соответственно, и так далее. Ведочерпий, Хлебодар, Иосиф там сидел тоже. Вот, так что табахим. И были еще два стола, мраморный, стол, и серебряный. Там особо важные жертвы, разделяясь на мраморных столах. Вот видите, в моргах какие столы используются? Мраморные, каменные, да? Будете их хорошо омывать. А серебряный стол, он немножко поменьше был, и там располагались различные хирургические инструменты на серебряном столе. Да. На севере двора располагалась палата. Палата называлась палата тесаных камней, а греки его называли грановитая палата. У вас есть ассоциации? Да? Грановитая палата это какая? Да, потому что там гранаты, да, обвитые гранатами, естественно. У нас есть в Кремле где-то, по-моему, да, есть ассоциация такая. Грановитая палата. В грановитой палате Синедрион заседал, да, это помните, 72 мудреца, 70 это общие, так сказать, члены Синедриона и председательствующих два человека. Их назвали зуг, зугот, зугот, пары. Один из них обычно был первосвященником, а другой был кто-то из представителей фарисейской группы. Для того, чтобы фарисеи часто спорили, вы помните, с садукеями, из которых чаще были священники, и поэтому такой возникала необходимость в этой паре. Дальше, на юге, тоже, видите, несколько складов находились, в частности, соляной склад, помещение для первичной обработки шкур, снятых жертвами животных, помещение для промывания внутренности, затем палата пенхаса, хранителя одежд, и помещение для выпечки мужского жертвоприношения, мучного, извините, мужского, здесь у меня печатка, для выпечки мучного, как мучное жертвоприношение, мы говорили, уже знаем, да? Винха, да, извините, меня тут опечатка. Хорошо, еще, там было еще палата левицкого рода автиназ, изготовляющих значит воскурение и палата ткачей занавеса, вот такие были. Сам чертог Улям, Улям, да, чертог Улям, значит, чертог представлял собой огромное здание, это примерно как современные семнадцатиэтажный дом. Вход в гей-хал не имел дверей, его закрывал только огромный занавес. Со двора к нему вели двенадцать ступеней, символизирующих двенадцать колен Израиля. Что мы интересно отметим, что мы видим постоянное возвышение, подъем, да, Алья, палата, женский двор ниже, двор Израиля выше, двор священников на четыре ступени еще выше, и здесь еще на двенадцать ступеней выше. И когда интересно сказано, что говорится о сотнике, да, и что умирал Иешуа Мессия, да, и сотник там пронзил его, и так далее, говорил себя человек, и тогда возможно, вот это все свидетельство с сотником было, поэтому снаружи была видна какая вот эта занавес, нет ни святая святых, здесь, здесь было отверстие, как мы говорим, да, и так как все, весь этот храм еще выше, и еще выше, и эта занавес могла быть видна с того места, вы понимаете? А если бы разорвалась внутренняя занавес, увидели бы свидетели? Нет, скорее всего, нет, я еще раз говорю, это не абсолютно, это не абсолютно точно, но все может быть, да, значит, мы уже говорили, что в святая святых найдется Эвен Гаштия, камень фундамент, согласно устной торе, с него началось сотворение мира, и на этом камне тоже была попытка принесения жертв у кого? Исаака, да? Исаака. Притвор, притвор имел длину, притвор или улам 70 локтей, значит, а с востока на запад 11 локтей, вот, он как бы поперек располагался, значит, 70 локтей и 11 локтей, его входные ворота были 40 локтей высоты и 20 ширины и они постоянно были открыты и через них была видна большая завеса массах, она была расшита белым, голубым, алым и попуровым цветами. Притолок входа состоял из пяти дубовых балок, положенных друг на друга и украшенных искусной резьбой. Первая балка над ходом выдавалась всего на один локоть с каждой стороны, вторая на два и так далее. Каждая балка имела ширину тридцать локтей. Один ряд камней отделял одну балку от другой. Поперечные балки из кедра шли от стены притвора к гейхалу. Стена притвора толщиной в пять локтей была два с половиной метра. Можете представить толщины. Прилично, да? А в середине была прорезана огромная амбразура имеющая по флавию 70 локтей в высоту и 25 в ширину. Согласно Мишне ее размеры были 50 и 20 локтей. С потолка притвора вот где находились эти балки спускались золотые цепи вот откуда оказывается взял золотую цепь наш знаменитый Александр Грин помните его? Золотая цепь читали, да? Да, вот такие золотые цепи там свисали на дубе том с дубовых этих балок да, из кедровых по которым сбирались молодые священники за надзор за венцами оторот в окнах храма. в окнах храма были специальные венцы такие вот как ставни значит за надзором за венцами священники взбирались по золотым цепям молодые священники можете представить эту картину у вас спортзал был в школе и обязательно были такие вот веревки в которые лазили да вот да и вставни значит открывали и закрывали священники чтобы открыть эти ставни они залазили по золотым цепям наверх внутри притвора помещались два стола мраморный направо на него клали свежие хлебы предложения и золотой налево на нем помещались старые священные хлебы предназначенные пищу священникам по обоим сторонам притвора были расположены служащие складами для ножей палаты вот справа и слева специальные там инструменты ложились значит теперь дальше над воротом в стене притвора висела золотая виноградная грозь увешанная различными дарами приносимый в храм виноградная грозь как мы знаем один из символов Израиля следующий гейхал толщина стен гейхала была 6 локтей высота 100 локтей то есть 3 метра ширина каждой стены толщина каждой стены и 100 метров высоты из них 6 локтей приходились на фундамент 40 локтей была высота внутреннего зала внутренний зал был выше и еще 40 локтей высота верхнего яруса зала остальные 14 локтей отделка филенчатой работы иблюстрада таким образом храм был двухэтажным зданием в глубине гейхала находилось наиболее священное отделение храма святая святых отделено от гейхала двойной завесой мы уже говорили которая по флавию была вся траурная внешняя завеса была откинута направо внутренняя налево а пространство шириной в один локоть между ними считалось неопределенной по своему характеру мудрецы так и не пришли к согласию по вопросу признать его частью святое святых или гейхала вот нейтральная территория в локоть шириной поэтому первосвященник сначала ходил сюда затем он не касался не трогал эти все задовески заходил сюда и проходил здесь сплошная да и проходил в эту сторону то есть таким образом я считаю если вопрос о внутренней занавесе разорвался какая из них тогда разорвалась и в любом случае даже если бы одна из них разорвалась а мы не видим что разорвались две завесы да мы не увидели бы все равно святого святого святых раз в год Йом-Кипур первосвященник ходил туда чтобы вожечь Фиам ставил кодиницу на вот этот камень Эвин-Штия поскольку не было уже жертвенника вот значит согласно по иерониму значит незавеса храма разодалась а брус храма огромной величины обвалился это сообщение иероним нашел в Евангелии евреев то есть о завесе мы знаем из Евангелии о завесе мы знаем из Талмуда Талмуд трактат Йома пятая глава значит я вот с Хсенон у меня нет самого подлинника трактата Йома только есть описание подстраничное его если я найду может быть потом дальше дойдем и следующее вот из Флавия источник и по иерониму и вот по иерониму брус который был 18 метров он обвалился если он был сломан посередине естественно части обрушились бы и тогда это разодралось бы пополам сверху до низу именно сверху до низу и вот это было вот именно вот это завеса завеса то есть по иерониму по евангелию от евреев который он переводил вы знаете что евангелие от матфея да это является перевод евангелия которое было написано первоначально на еврейском языке и вот иероним комментируя свой перевод он говорил что была именно упала вот эта балка вот то есть в храме было внутри помещения не могла если бы она была там Иосиф Флавий описывает внешнюю завесу как огромный вавилонский завесец пестро вышитый из гиацинта висона шарлаха и пурпура сотканный необычайно изящно и поражавший глаз замечательной смесью тканей занос был символ вселенной шарлах обозначал огонь висон землю гиацинт воздух пурпур море два из них по сходству цвета а два висон и пурпур по происхождению ибо висон происходит из земли а пурпур из моря шитье на занавесе представляло вид всего неба за исключением знаков зодиака знаки зодиака никакие не ставились потому что это языческие знаки вы знаете они используются в различных составлениях гороскопа этого не было внешняя завеса разодралась пополам в предупреждении человеком что отныне мир земной поделен между добром и злом есть несколько символических значений разодранной завесы католики например считают я вот вчера весь вечер шарился по интернету католики считают что это был траур отца по сыну а так как во время траура евреи разрывали одежды и разрывали у ворота сверху вниз да есть еще мнение христианское такое что святость покинула храм шихина и в это время произошел разрыв занавеса есть такое мнение что видите мы имеем общение свободное с богом да но я вам еще раз говорю на доктрину это не должно влиять ни в коей мере какая завеса вот и здесь у меня разные источники вот есть ссылки и источник дэйли волк волк написано волк не знаю библ так тот же значит еврейский историк флавий описывая завесу скини повествует что ширина ткани завесы составляла порядком 10 сантиметров можете представить вот толщина 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 ткани состояла 10 сантиметров ткань завесы была настолько плотной что не могла быть разорвана даже лошадьми привязанных к его противоположным бокам да то есть очень очень она была прочная не просто прочная а очень прочная ну вот в словаре Бракхауза там сказано что разорвалась между святой и святым святых то есть разные источники дают разное вот вот здесь есть у меня из трактата Йома вот если кому интересно пожалуйста можете брать так кто хочет возьмите да можете сделать тут разные вещи и так мы видим и еще есть такое предположение что это все делалось со свидетельства сотника который мог с горы да видеть а какую развивавшуюся завесу мог видеть сотник только внешнюю только внешнюю завесу хорошо так теперь мы будем говорить непосредственно служение самих когенов о служении самих когенов такой у нас подзаголовок да жертва освящения или посвящение когенов хорошо я думаю когенов когенов